Нашел в магазин за патронами, оказалось, у них кое-что изменилось. Теперь у них отдельный шкаф Глоков. Вот, видите? Кстати, снимаю на новый телефон, так что здесь немножко разные вещи. Разные модели, в том числе те, которых я никогда не видел вживую, а некоторые даже не записанные на веб-сайте Глока. Так что давайте на них посмотрим, после того, как я этот шкафчик перестану снимать. Видите, у Глока много разных моделей. А вот первая модель – это Глок 48. Это 9-мм, но узкий по ширине Глок. В принципе, продолжение 43-го, но увеличенного, соответственно. В данном случае 10 патронов, 9 мм. Ну, не двурядный магазин, а практически однорядный. А так, в принципе, по размеру это как 19-й, но уже. То есть, для тех, кому 10 патронов достаточно, они могут пользоваться вот таким пистолетом для ношения. И вот его по сравнению с моей сравнительно немаленькой лапкой. Размер 19-го. Следующая, еще более редкая модель – это Глок калибр 9х17. Его даже на веб-сайте у Глока нет на данный момент. Модель, как вы думаете, какая? 28. Полуторарядный магазин. 9х18 или 380. 10 патронов. По размеру, вот просто посмотрите по размеру у меня в руке. Это размер, скажем так, мелкого Глока. Если 19-й считается компактной, то это уже суб или даже микро практически по размеру. Вот, посмотрите, его размер по сравнению с моей рукой. Почти размер ладони. Это для тех, кому интересно сравнение с PM по размеру, которое я вам тоже показывал. Ну, 380-й. Кому-то может быть интересно. 9х17 минимальный, с моей точки зрения. Калибр. Ну, еще у них появился отдельный шкаф глушителей. Вот, кстати, всем привет. Вот моя лысая голова там видна в отражении. И здесь много разных глушителей. Еще раз, для того, чтобы купить глушитель, нужно заполнять кучу бумажек, платить 200-долларовые налоги и тому подобное. Но, по крайней мере, здесь можно на них посмотреть. Вот этот шкаф в магазине, где раньше просто на прилавке или в прилавке. Под стеклом лежало несколько штук. Здесь их штук 30. Да, просто так их не возьмешь из магазина. И, скорее всего, ожидание будет несколько месяцев. Но, по крайней мере, что-то себе можно присмотреть. В разных калибрах, разные требования. О глушителях будет немножко больше видео. Следующий, это мне просто один из работников в магазине, с которым я хорошее отношение показал. Им привезли чизетовский дробовик, двустволку. Такого очень интересного внешнего вида, который я хотел вам показать. Вот так вот эта вещь выглядит. 900 долларов подержанный, 12-го калибра, Твов Гейдж. Меня это особенно не интересует, но вот его, вот там человек стоит рядом перед нами, мы с ним общаемся на эту тему. Его это заинтересовало. Ну, у каждого свои интересы. В принципе, вещь красивая, безусловно. Для охоты, может быть, для охоты на уток, на птиц. Для самообороны, ну, мало, конечно, двух патронов лучше, чем ничего. Но вообще, в принципе, вещь красивая и не дешевая. За 1000 долларов такое стоило раньше. Хоть и сделано в Турции. Чизетовский дробовик, двустволка, сделанный в Турции. Вот я решил снять, показать, потому что такие вещи у меня на канале появляются редко. На этом все. В этом магазине почти все. Вот так вот. Спасибо за внимание. Продолжение следует...